В мире шансона круг был звездой номер один. Бывшего шофера Тверской пищебазы обожал народ и уважали воры в законе. Владимирский централ, ветер северный, Этапом из Твери, Сонемерина, Лежит на сердце, Тяжкий груз. Но путь на телевидение королю шансона долгое время был закрыт, и говорили, что руку к этому приложил Иосиф Кобзон. Еще в начале карьеры Михаил Круг зло пошутил над ним в своей песне про Афганистан. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. Потом облитый парик, там вот это все, оно задело нашего мэтра эстрады Иосифа Давыдовича, и он как бы наложил табу на выступление Миши где-то на телевидении, на сцену, на все остальное. Михаила Круга часто сравнивали с Владимиром Высоцким. Оба были под негласным запретом, оба не заигрывали с власть имущими и прославились в народе блатным репертуаром. Похороны Михаила Круга были такого же размаха и накала трагедии, как и у знаменитого парта. Я была на похоронах у Владимира Высоцкого с папой, когда перекрывали садовое кольцо, когда муху можно было в тишине на Таганской площади вообще услышать и все, то есть, несмотря на то, что Олимпиады и так далее, вот такое же ощущение у меня было на похоронах у Миши. Проститься с кругом приехали политики, музыканты и спортсмены со всей страны. И среди скорбящих были герои оперативных сводок Анатолий Осипов по кличке Волк и Александр Костенко с погонялой Лом. Торговля паленой водкой, притоны, подпольное казино и жизнь целой трассы Москва-Санкт-Петербург была в 90-е под контролем банды Лома. Он возглавлял ОПГ «Тверские волки». «Тверские волки» – совершенно отмороженная группировка, просто отмороженная. Это была группировка, в которой были штатные киллеры. Первый официальный альбом «Жиган-лимон» Михаила Круга вышел в 94-м году. «Жиган-лимон» – мальчишки симпатичные «Жиган-лимон» – с домой кочеваясь Этот альбом Михаил записал на деньги, которые ему дал лучший друг. Вложить пришлось 6 тысяч долларов, что было в то время очень много. У меня просто лежали деньги. Я говорю, сколько тебе надо? Вон столько, столько, столько. Вот здесь была студия, в этом здании. Потом купила мы костюм. Ну, так, для сцены все, ботинки, там, рубашки. Все, и вот с этого альбома все и началось. Но по Твери упорно ходили слухи. Мишу протежирует жена вора в законе Александра Северова. Это она упросила мужа посодействовать Кругу. На эстраду, на большой, он не выходил. И выйти бы вряд ли смог, если бы не одно «но». Что на его расходку деньги-то были выделены из общака. На самом деле взять любого артиста, любого практически, ну, сто процентов нужно, чтобы кто-то в него что-то вложил. И не важно, и не важно, это какой-нибудь нефтяной магнат, либо это какой-нибудь, или это криминальный какой-то человек, или это его родители. Александр Северов даже стал героем самой знаменитой песни Круга. Владимирский централ. Ветер северный. Вот только было не ветер северный, а Саша Северов, вор в законе, попросил убрать его имя. В 2000-м Круг приехал к нему на зону. Вот вор в законе вместе с женой сидит в тюремном актовом зале на выступлении артиста. Северова поддерживал и фактически помогал, как мог, скажем так. Коронованный вор Александр Северов несколько раз давал интервью под настроение. То скрывая лицо, то разрешая показывать лишь свои руки. И вот четыре короля. Мать аферистка всесоюзная была. Но вору в старые времена не разрешалось заниматься аферами. Вор не имел права аферами заниматься. Потому что в афере ты заранее предполагаешь то, что ты не сдержишь свое слово. Саша Север очень интересная личность, очень интересный человек. Я с ним общался, и я знаю точно, что он и стихи пишет. Внутри бандит был поэт и человек, который интересовался искусством. Судьбу я знаю наперед, я жизнью не играю в прятки. Иду бесстрашно я вперед, а псы цепные лижут пятки. Саша Север был в Твери непререкаемым авторитетом. И хотя на его место криминального короля претендовали многие, в 90-е и до открытых войн не доходило. Но летом 2002 года дошло. Город Тверь. 3 июля 2002 года. Михаила Круга хранили в концертном костюме, в белой рубашке с бабочкой. Заказали лучшего гримера из Москвы. Говорили, что в гробу он лежал как живой, словно только сошел со сцены. Тело погрузили не в траурный катафалк, как принято в таких случаях, а в скромный концертный автобус, на котором Михаил Круг исколесил с гастролями полстраны. Огромная толпа теснила машину. В Твери Круга обожали. У него много песен посвящены городу Твери, например. То есть некоторые песни даже претендовали на то, чтобы стать гимном города Твери. Миша Воробьев, как звали на самом деле Круга, родился в Твери в 62-м году. Отец был инженером, мама бухгалтером, учился плохо, постоянно сбегал с уроков. Музыкальную школу бросил. Образования музыкального специального нет. Даже вот всего этого необходимого для творчества у него не было. Песни Миша начал сочинять еще в школе. Он подражал Высоцкому и пел в его стиле. В народе всегда пели эти песни на свадьбах, на днях рождения. И просто так вечером я не думаю, что Владимир Семенович Высоцкий когда-то запел бы в опере или где-то. Когда в начале 90-х Михаил Круг решил дать первый официальный концерт в родном городе, на него никто не пришел. Расстроенный артист сидел в гримерке, и вдруг администратор сообщил, что в зал заявились братки, все тверские авторитеты. Круг схватил гитару и побежал на сцену. До конца пришла только братва приехала. Больше никто. Остальной зал был пустой. То есть первым в него поверила братва. Его увидела братва. В 90-е по улицам стала ходить братва в кожаных куртках и с золотыми цепями на бэчьих шеях. И видовые граждане жили в постоянном страхе. Они могли стать свидетелями очередного заказного убийства или жестокого наезда. Криминал был повсюду. И в языке людей появились слова и выражения бандитов. Понятия, счетчик, кинуть, замочить. В моду вошли блатные песни. В середине 90-х, когда назвали этот жанр шансон, а так-то это катаржанская песня, это, в общем-то, общеизвестно, что у нас там каждый второй сидит, каждый первый охраняет. Поэтому его не могло не быть этого жанра. Блатная музыка была в России еще в царское время. И этот жанр народ особо полюбил накануне глобальной катастрофы, революции 1917 года. И особо их ценили граждане типа бандита Мойша Якова Венецкого по кличке Мишка Япончик. И в 90-е было то же самое. Главными поклонниками шансона были представители криминального мира. Мы единственная страна в мире, которая имеет этот жанр. Тюремная и блатная лирика родилась только у нас. Нигде больше в мире нет этого жанра. Помню, как ты подошел... В конце 90-х песни Михаила Круга знала вся страна. Тиражам его альбомов завидовали матерые звезды эстрады, которых беспрерывно крутили на радио и телевидении. Мы каждый год с Мишкой ездили отдыхать на юг. И со всех ларьков, со всех машин, вот, значит, играет Михаил Круг. И при бешеной популярности короля шансона никто не знал в лицо. Путь в эфир долгие годы был для него закрыт. Сейчас на ринге появятся музыканты, которых ни на одном канале вы больше не увидите. В 1999 году впервые телеведущая Тамара Максимова пригласила артиста в эфир сразиться на музыкальном ринге с Сергеем Трофимовым. Бывший шофер из двери, который стал звездой русского шансона благодаря уличному палаточному радио. На запись программы пришла рафинированная публика и журналисты различных изданий. И в своих оценках творчества Круга они не стеснялись. Так называемый ваш русский шансон или русская песня, почему-то вы ее свели всю к блатняге, является всего лишь элементом декора для абсолютно бандитской страны. Жиган-лимон, мальчишки симпатичные, жиган-лимон, с коной кочевлять. Интеллигенция недоумевала, почему миллионы россиян фанатеют от примитивных песен, в которых отсутствует мелодия и даже намек на поэзию. Вот я ее зарезал, и теперь она, сука, будет там левать в гробу и вспоминать, как я ее любил. Круг пытался оправдываться и говорил, что в шансоне самое важное – текст. И близкие знали, сколько труда он тратит на оттачивание этих, на первый взгляд, примитивных строк. В кау подошли все в сутки. Об этом говорили музыканты. Говорят, всю ночь пишемся, потом выходим, Миша так берет задумчиво, значит, кассету и бросает ее в помойное вену. Не, надо все переписывать. У него внутренний цензор. Дверь, 2019 год. Кадры следственного эксперимента. Расследование убийства Круга завершили только в 2019 году, спустя 17 лет после гибели артиста. Это один из его убийц – Александр Агеев. Его специально этапировали из колонии особого режима «Полярная звезда», где он мотал пожизненный срок. Незадолго до этого Агеев признался – это он был в тот страшный вечер в доме Круга. С Агеевым я общался не знал. Он такой улыбчивый парень, такой крепкий, был молодой. Его прекрасно знала семья Круга. Но друзья Михаила Круга считают, что верить показаниям Агеева нельзя. Он уже был осужден пожизненно и просто признался в убийстве Круга, чтобы выторговать за это себе послабление режима. Больше пожизненного ему не дадут, а возьмут, переведут поближе к дому. Телевизор в камеру дадут. Ну, какие-то такие вещи. Диет питания поставят на 5 лет. Александр Агеев – профессиональный киллер. На его счету более 30 заказных убийств. Его называли машиной убийства. Уже на зоне он голыми руками задушил двоих сокамерников. Он сказал, что хотел ограбить Круга. Но все выглядит как-то нелогично. Давайте я задам вам простые вопросы, как офицер, как вице-президент ассоциации «Витязь». Какая цель была? Если это грабеж, то надо было грабить, пока никто не вернулся домой. Зачем было дождаться приезда того же Круга и так далее? Зачем было идти с оружием, прятаться где-то? Поэтому вопросов много. Дверь, 3 июля 2002 года. Центральное фойе драмтеатра. Гроб Михаила Круга утопает в цветах. В тот день продавцы в цветочных киосках взвинтили цены в несколько раз. Но поклонники Шансонье все равно скупали букеты охапками. Такого потока, конечно, я никогда не переживал. Вот потока людей, фактически. Я вынужден был просто останавливать это прощание. Это казалось немыслимым. В гробу лежал 40-летний мужчина, песни которого любили миллионы людей. Он совсем недавно стал отцом и был полон энергии и сил. Я участвовал в его облачении в морге. Я же был в морге, когда его облачали. Это молодой, крепкий мужчина. Тут воина привозят отпевать. Понимаете, молодого, крепкого. Он не должен был умереть. Не должен, ни по каким признакам. Здравствуй, Мишань. Эта женщина не была на прощании с Кругом. Марину Базанову называют его единственной любовью. Такая вот несчастная любовь, да. Ну как несчастная? Для Мишки. Потому что он ее всю жизнь любил. Прям вот любил ее до беспамятства. Марина познакомилась с Мишей, когда ему было всего 15. Он пришел на день рождения друга, увидел девчонку на год младше и пропал. Их отношения длились три года. Миша оградил Марину от всех подруг. Компанейская девчонка засела дома и играла роль верной супруги. Вместо занятий в школе готовила обеды и ужины. Вела гнездо и старалась делать все, чего хотел ее любимый. Был только он. Вот только он. Никуда. У меня даже не было выпускного вечера, будем говорить. В 10 классе он пришел. Меня просто после официальной части. Он меня просто забрал оттуда. Но когда Мишу забрали в армию, Марина вдруг поняла, что такое свобода. И выскочила замуж за другого. И Миша был просто раздавлен ее предательством. Испытал настоящий шок. Но продолжал ее любить. И посвящал Базановой песне. Он написал, и давай поговорим. И дальше, дальше вот эта женская тема пошла. Это прям вот про ней, про ней, про нее. Как было тепло, что нас с тобой вместе слило. Девочка, пай, рядом жиган и хулиган. Сразу после армии Михаил женился. Как считает, бросившая его Базанова ей назло. И брак со Светланой не заладился с первого дня. Она его заставляла учиться. Она постоянно ему говорила, что ты, мол, как бы, вот это училище закончил, а ты вот песни сейчас пишешь, да ты никто, да ты неграмотный. Днем он работал шофером. Развозил по магазинам водку и чаны с молоком. А вечерами пел в ресторанах. В 87-м Миша Воробьев победил на конкурсе бардовской песни. Но Светлана его успех не оценила. Она его постоянно корила. Ну, укоряла, что еда сладочно зарабатывает. И вот эти его тогда выступления, которые уже начались, то есть ни к чему хорошему не приведут. Его за собой стали таскать бандюки наши, тверские, по ресторанам. Приходили даже. Я играл в ресторане, они приходили. Пусть Миша споет. Иногда такие концерты затягивались на несколько суток. И бывшему главе города Олегу Лебедеву не раз приходилось спасать круга от передряг. Мне приходилось посылать людей, чтобы Мишу забрать, мягко говоря, потому что Миша приезжал, ну, например, где-то выступить, даже на территории Тверской области. А потом эти товарищи ему говорили, да ладно, давай тут, что тут, лобай, понятно. Играй, музыкант, ну, мягко говоря. Друзья не раз предупреждали круга. Не стоит дружить с криминальным миром. Своим не станешь, как бы ты ни хотел. Уважения не будет. Типа, артист, сиди, помалкивай. Твое дело спело, все, сиди, помалкивай. То есть они его, как я поняла, они его за свой стол не сажали. В блатной среде приняты клички. Вот и Миша решил взять себе громкий псевдоним со значением. Сначала казалось, погоняло. Не псевдоним, а погоняло. Потом показалось, что, в общем-то, и звучно, и хорошо. Ну и правда, а что ему было с фамилией Воробьев делать на сцене? Ну, на самом деле, ну что, Воробьев, пойдем Воробьева послушаем. Хрен его знает, что это такое. А вот пойдем круга послушаем, это уже как торговая марка, да? Пэмс, звенит. Он очень хотел прославиться. И начал с поездок по тюрьмам и концертов для зэков. Я вместе подружился с сигаретой, В головом по карманщикам шмарал. Весь север у нас лагерями покрыт. Весь Урал, вся средняя полоса и весь юг. То есть, этими учреждениями у нас была вся страна застроена. Очень много зон отработали, где люди сидят, наверное, на зоне. Я примерно посчитал, 200, наверное, 200 концертов. Концерты бесплатные были на зоне. Образ круг придумал сам. Согласно стандартам 90-х. Тогда было круто выглядеть, как бандиты. Черная одежда, расстегнутые на груди рубахи, золотая цепь, темные очки. Образ такого сытого, уверенного в себе артиста – это образ хороший. Без подергушек, без ничего. Это значит, что-то стержень есть. Потому что если артист там бегает на полусогнутых задницах вперед, то уже здесь неизвестно, что важнее – песня или хореография. В конце 90-х он ездил на 600-м Мерседесе, который ему, по слухам, подарили братки. На руке был перстень с тремя бриллиантами. Подгон одного из воров в законе. Насколько я знаю, Миша получал пятерочку зелени, 5 тысяч долларов за концерт. И у него было практически около 200 концертов в то время, в год. По тем временам, конечно, миллион долларов – это были огромные деньги. Круг копировал манеру поведения своих дружков, криминальных авторитетов. Мог громко ругаться на показ. В тверских ресторанах его боялись, как огня. Он ненавидел редиску, он ненавидел помидоры, лук, чеснок. Говорим, без лука, просто тупо принесите кусок мяса. Принесут, обязательно положат вот эту редиску вырезанную какую-нибудь там. Вплоть до того, что долетели тарелки у официантов. Марина Базанова вновь встретилась с Михаилом спустя 15 лет после их расставания. К тому времени он уже развелся со Светланой, отсудил у нее сына Диму и воспитывал его один. Марина переживала кризис, ей нужна была помощь. Первый муж умер, со вторым развелась. И у меня был ансамбль танца, мне нужно было записать музыку. И я вспомнила, что у меня когда-то была первая любовь, которая сейчас вроде что-то где-то поет. Она позвонила, назначила встречу. В дорогой ресторан он пришел с букетом роз и светился от счастья, как будто они и не расставались. Оказалось, что он меня, оказывается, всю жизнь ждал. Ну и все, сидели, разговаривали очень долго. Думаю, ну, человек всю жизнь любит. Может быть, семья получится. Они стали жить вместе. Но и вторая попытка оказалась неудачной. Кругу нужна была кроткая домохозяйка, живущая ради него. А Марина была уж слишком активной. У меня был свой коллектив, у меня свое дело. У меня, собственно, машина, квартира. У меня все свое. А ему нужна была та Марина. Та, которая сидела, открыв рот, его слушала, сидела дома, варила борщи. Маринка мне звонит, все говорит. Все, я как-то не могу. Он что-то пришел, что-то обиделся. Накупил ей подарков, платьев, всего. Потом, вот они поругались, он изрезал все платья. И он говорит, что ты творишь, что ты твоя, вот на хрена. Марина втайне сделала аборт. И когда Круг узнал об этом, он рассверепел. Договорился, чтобы ее коллектив выгнали из местного ТК. И она от него ушла. Он мне сказал, что если ты не вернешься, ты не будешь жить в этом городе. Я все сделаю, чтобы ты не жила вообще. Он со всех сторон давил. Все силы приложил для того, чтобы вот... Вот я сделала не по его, понимаете? Меня надо вот просто утопить, удавить. Я для него была враг номер один. Челябинск, 1999 год. Во время гастролей Круга в Челябинске к столику в ресторане подошла симпатичная официантка. Владельца заведения подослали обслуживать артиста Иру Глазко, которая никого не боялась. Давай, только ты можешь, все, иди. Вот там Круг приехал, он лук не ест, он помидоры не ест. Давай, ты сможешь, там все нормально будет. Он хоть поест нормально. При виде знаменитого артиста и его авторитетных местных друзей девушка не смутилась, видала и не таких. В ресторане постоянно много было бандитов, авторитетов. Они меня очень все любили. Я знала свою работу четко, и я не боялась вообще. Круг тут же предложил девушке вакансию костюмера в своем коллективе. И Ирина собралась в тот же день. Когда привез Ирину знакомиться, он так весь сиял, как начищенный самовар. Весь какой-то был такой загадочный, и видно, что он какие-то выстроил такие внутренние планы. Тверь, апрель 2001 года. Предложение Ирине Круг сделал быстро. Она даже еще толком не привыкла к этому человеку. Ну что, дорогие мои дети, поздравляю вас с законным братом. На свадьбе Ирина держалась скромно и уворачивалась от поцелуев супруга. Кругу было 38 лет. И он верил в то, что на этот раз у него получится счастливая семья. Очень скоро Ирина сообщила, что ждет ребенка. Он ей машину купил, он ее одел с ног до головы, и шубу ей купил. То есть это было для нее вообще неожиданность. И вот она так попала вот в такой дом, и вот такая известность. Это вот мы с моим любимым. Я с вами любимый тоже. Леша. Как золушки. Приехал принц, забрал, и тут вот она вот жила так красивая, счастливая. Но сказка с контом таким не счастлива. Глядя на вдову на прощание с Кругом, журналисты пытались подсчитать размер наследства, что оставил супруге богатый муж. Но на самом деле у Ирины не было денег даже на похороны. Зал для прощания в местном драмтеатре предоставили бесплатно. А гроб и поминки в ресторане оплатили братки. Осталось там, у Миши было семь, что ли, тысяч долларов. Вот, и все. Вот, ну там маленечко помогли пацаны там на похороны. Все свои сбережения Круг вложил в подготовку нового альбома, закончить который не успел. Туда должен был войти и хит, который Круг записал вместе с Викой Цыгановой. Он без звонка приехал к нам, нашел, и говорит, Вадим, я хочу с тобой поговорить очень серьезно, мне нравится песня «Приходите в мой дом», я услышу ее, я очень хочу ее купить. Чутье не подвело Михаила Круга. Песня «Приходите в мой дом» стала хитом. Вадим Цыганов взялся продюсировать новый альбом певца, и оба рассчитывали на баснословную прибыль. Чему следователи-то ко мне и приехали? Они думали, что у него забрали деньги, за которые он получил за альбом. Но альбом еще не был закончен. Сказочно разбогатеть Круг не успел. Тверь, 28 июня 2002 года. Накануне дня города организаторы праздника попросили Круга выступить перед публикой и сделать это бесплатно. Но артист накануне узнал, что деньги на оплату его выступления выделены, и поругался с обманщиками. Миша сказали, что денег нет, бесплатно выступишь. Ну, Мишка обиделся, психанул. Михаил был очень сложный характер. Если мы говорим о тех, кто его знал, и спорить с ним было очень непросто. От участия в праздновании дня города он отказался. Но в преддверии 29-го вышел на сцену. А праздничный день 30 июня он с женой Ириной провел в гостях лучшего друга. И мы целый день пожили, целый день отдыхали, поспим там, пожарим что-нибудь. Вот. И где-то часов, наверное, ну, где-то в 9 они говорят, все, мы поедем. В районе Мамулина на окраине Твери, когда Круг вернулся домой, было безлюдно. Почти все уехали смотреть праздничный салют. Круг поиграл в бильярд, а потом отправился смотреть футбольный матч. И в полночь мать Ирины зашла в бильярдную и увидела там двух мужчин, которые сразу же на нее напали. Женщина громко закричала. Ну, ждали, наверное, когда она заснет, потому что нелогично было убивать всех. Это там тетя Тоня находилась, сама Ирина, Миша, Дмитрий сын. И маленький только что родившийся. В соседнем доме еще Зоя Петровна, мама. Они подождали, подождали, то есть операция не удалась. Им нужно было на улице. Круг считал себя неприкасаемым. И был уверен в собственной крыше. Ведь его обожали и люди в погонах, и авторитеты воровского мира. Он ходил без охраны, а двери его коттеджа никогда не запирались. Все как в одной из самых любимых им песен. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Так и в жизни у него были двери всегда открыты. То есть мы могли приходить, общение. Если попросить что-то надо, он поможет по-соседски, как дружески. Дверь, 3 июля 2002 года. Вдову Михаила Круга 26-летнюю Ирину несколько раз под руки выводили из зала. Она почти теряла сознание. С артистом Ирина прожила чуть больше года. И только месяц назад подарила ему сына Сашу. Для нее вот это было. С шоком она после этого очень долго лечилась. Очень долго какие-то там препараты успокоительные. Долго приходила в себя. А потом в 2005 году она просто уехала из двери. Она говорит, я не могу здесь находиться. И она уехала. И после похорон поползли слухи, что это Ирина заказала киллером собственного мужа. 30 июня она столкнулась с преступниками лицом к лицу. Но осталась невредимой. Серьезных травм, несмотря на падение с лестницы, не получила. И смогла убежать в соседний дом, забыв о новорожденном ребенке. У нас вот меня до сих пор, вот, по войне спрашивают, у всех голове, вот, ну, каша какая-то. Непонятно, вот, ситуация, вот, почему получилось. Как они туда попали. Как они нашли это место, именно, вот, где спрятаться именно. Это же тоже надо. Вот, вот, кому-то такое ощущение, что кто-то знакомый план дал, как куда туда пройти. И некоторые люди, близко знавшие семью, говорили, что Ирина Круг была знакома с киллером Александром Магеевым. Причастность Ирины и ее знакомство с исполнителями, да, данного нападения на дом, с исполнителем убийства, все это было проверено. Знакомы они, что здравствуйте, это Ирина, здравствуйте, это Саша, они не были представлены, они друг другу не были. Но какие мотивы были, по мнению врагов Ирины, у нее для убийства мужа? Через несколько месяцев после похорон она вышла на сцену с его репертуаром. Он не хотел, чтобы она пела. Да, он категорически запрещал ей петь. Его позиция была такая, что не хотел, чтобы она, вот, тоже, как и он, пошла по артистической стезе. Если бы он был жив, то Ирина никогда бы не стала певицей. Он не дал пус, он не давал одеть. По стюмчике гладить, да, за детьми слейд, да, давай еще рожать. Мало одного, давай еще. Но петь нет. Ирина после смерти Круга рассказывала историю большой любви и счастья. Но на самом деле идиллии не было и быть не могло. Михаил был сторонником домостроя. Место женщины на кухне и в постели, говорил артист. Многие считают, что его отношения с супругой были жесткими. И Ирине часто доставалось от мужа. Когда что-то ругались, она прибегала, все, не могу. Я говорю, да ладно, Ира, ты чего? Потом через минут 20 приходится, все нормально. Тверь, 30 июня 2002 года. Первая пуля бандитов прошла по касательной, но вторая прошила круга насквозь. Обливаясь кровью, он сумел дойти до соседей. Там уже в состоянии шока была Ирина. Мы хотели туда идти. Миша сказал, не ходите туда, там они. И он все успокаивал. Ирина и Ириша, все хорошо. Скорую ждали почти 40 минут. И сосед решил везти Круга в больницу на своей машине. Артист до последней минуты пытался всех успокоить. Он сам зашел в эту самую больницу с медсестрами, пошутил, там посмеялся, полыбался. Врачи, которые делали операцию Кругу, уже успели отметить день города на рабочем месте. Выпито было немало, других в больнице не было. И когда Мишу оперировали, я стопроцентной вероятностью знаю, что они были в нетрезвом виде. И когда они Мишу прооперировали, подумали, что все будет хорошо, они мне отзвонились опять. Понятно. Доложили, что все как бы хорошо, типа, ты не волнуйся. И более того, еще и обмыли это дело после операции. В 4 часа утра Михаил Круг скончался. Тверь, 3 июля 2002 года. В день похорон Михаила Круга Ленинградское шоссе встало в глухой пробке. Люди ехали проститься со своим кумиром. Мы ехали за день пораньше, потому что, во-первых, невозможно было въехать уже в день похорон, потому что там стояли, там Ленинградка вся была, то есть просто надо было прямо от Ленинградки, там, я не знаю, от Конакова пешком идти. В центральном фойе драмтеатра дорогой гроб из красного дерева – подарок братков. Поклонники идут бесконечным потоком. Прощание с королем шансона в драмтеатре продлевали несколько раз. Вокруг театра десятки машин с блатными номерами и бронированные джипы. Авторитетов в толпе можно узнать по пиджакам и темным очкам. В других городах, в других областях много было криминальных людей, много было людей в погонах. Много людей, были артисты, конечно, наши известные, был Жириновский, вот я его помню. Вот я на его похоронах, прямо в Твери, вот тоже все это видно, гроб, близкие плачут, и вот я стою. Вот он здесь, вот я, вот. В помощники к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому круг напросился сам. Это было за два года до смерти. Артист говорил, что хочет заняться политикой. Он своим лиризмом, манерой исполнения, внешним видом, репертуаром как-то вот затронул мою душу и сердце. Попросил сделать удостоверение помощника депутата, где-то ему, может, ему оно могло помочь. Жириновский понимал, что пиар на дружбе с одним из самых популярных в народе артистов пойдет ему и партии на пользу. Но друзья отговаривали круга лезть в эту сферу. А летом 2002-го было видно, что артист потерял покой и уверенность в том, что его никто никогда не тронет. В четверг, буквально за несколько дней до смерти, Миша вдруг мне говорит, слушай, Олег, если что-то со мной как бы случится, ты о моих музыкантах позаботься и о моей студии. Тверь, 2019 год. Следственный эксперимент в доме Михаила Круга. Показания дает подозреваемый Александр Агеев. Скажите, опять же сейчас действия, какие совершал действия? Ну вот тогда с лестницы спустились, он выстрелил, и все. Подозреваемые говорили, что никого убивать не хотели, ни тещу, ни забежавшую, услышав ее крики в бильярдную Ирину. Просто все пошло не так, как было задумано. Когда спугались с лестницы, Веселова бежал первым, я за ним следовал, и вот в районе вот этой площадки, из какой-то двери я не видел, из какой вышел круг. В круга стреляли с расстояния в два метра. Он просто мешал пройти и сбежать из дома. Если бы он там, ну, банально, где-то сидел, ну, в том же туалете, да, читал газету, и не выскочил бы, да, то есть они бы просто пробежали мину, и все. Рулил Веселовым и Агеевым Александр Осипов. В день убийства его в доме круга не было. И он очень разозлился, когда узнал, что Веселов выстрелил в артиста. Тих людей убивать нельзя, как Михаил Владимирович. Или это случайность была? Ну, его убивать никто не хотел. Осипов был фанатом круга. И через 8 месяцев после гибели артиста заманил Веселова в безлюдное место и расстрелял. В криминальном мире есть какие-то движухи на уровне беспредела. Потому что своих они тоже иногда уничтожают. После смерти круга его друг Олег Лебедев, бывший тогда главой Твери, встречался с предполагаемым заказчиком убийства Александром Костенко по кличке Лом, главой ОПГ «Тверские волки». Я разговаривал лично с Костенко и задавал ему жестко эти вопросы по поводу смерти Михаила Круга глаза в глаза. И Костенко мне говорил, что он не похож на идиота, чтобы послать людей с оружием. Кому-кому. А вот Лому была абсолютно невыгодна смерть Круга. Он объединял всех. И бандитов, и милиционеров, и прокуроров. Вы знаете, всех. Поэтому Лом через него мог влиять на кого угодно. Круг гордился тем, что работает без крыши и никому не платит. И, скорее всего, Лом просто хотел его припугнуть, инсценировав ограбление и вынудить его обратиться к нему за помощью. Главарь ОПГ «Тверские волки» хотел, чтобы певец прекратил общение с его конкурентом Сашей Севером. И мечтал доказать всей Твери, что главная сила в городе – это он. Север и Лом как бы были на разных полюсах. И Лому было важно, чтобы Круг был под ним, а не под Севером. Престижно, да, что он не Северу платит, а ему. А Север-то он и не платил, собственно говоря. Север ему оказывал поддержку после, можно сказать, и по дружбе, и из уважения. Лому нужны были деньги. Лому нужно было показать Северу, что он смог догнуть Круга. Лома убили в 2006 году. И что правда в этой страшной истории, уже не узнать. Опять защемит Круг, и в душу влезет Круг, по памяти пойдет со мной. Дверь, 3 июля 2002 года. На кладбище гроб с телом Круга привезли с опозданием на три часа. Так долго шло прощание, а потом отпевание в храме. У могилы сотни людей стали аплодировать. Поплодисменты. Матрород. Прощание, проживание. Было много слез. Вот к гробу склоняется Вика Цыганова. Прощальную речь произносит Владимир Жириновский. Его песни, их знает вся страна. И когда поступила эта трагическая весть, я вспомнил, что так же 20 лет назад ушел Высоцкий, потом Виктор Цой, потом Игорь Тальков. И вот начался новый век, и снова один из лучших певцов России безвременно ушел. Гроб с телом короля Шансона опустили в могилу под гимн России и залп из автоматов. Он считал, что дружит с героями криминального мира, и его никто никогда не обидит. Но жизнь по понятиям оказалась очень короткой.